Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. И в этом видео хочу рассказать вам о своих средствах для уборки и стирки, которые использую на данный момент. Большинство средств мне нравятся, поэтому могу их вам порекомендовать. Давайте начнем с таблеток для посудомоечной машинки. Это мои самые-самые любимые Clean & Fresh. У них просто прекрасное соотношение цены и качества. Я покупаю такую экономичную упаковку 100 таблеток. Есть эти таблетки и на сайте Wildberries, по-моему, и на Озон как-то видела. Ну, в общем-то, они вполне доступны, и их можно купить. Посуду отмывают отлично. Ну, в общем-то, что еще нужно? Для мытья посуды руками у меня заканчивается вот такая большая достаточно бутылка средства АОС, бальзам Алоэ Вера. Вы знаете, ну, честно говоря, для меня средства для мытья посуды руками, ну, практически одинаковые, особой разницы не вижу. На смену ему у меня стоит вот такая бутылочка гель Сорти, цитрусовый фреш. Ну, вы знаете, разницы особой между ними, честно говоря, нет. И то, и другое средство посуду отмывает хорошо, хорошо с посуды смывается. Поэтому, ну, просто покупаю, знаете, на что взгляд, как говорится, упал. Теперь давайте перейдем к средствам для стирки. Хочу вам показать средство, которое мне очень-очень понравилось. Использую его с большим удовольствием. Отлично отстирывает. Это Котика гель для стирки Суперконцентрат. Этот гель подходит для стирки верхней одежды и даже обуви. Ну, естественно, какой-то мягкой обуви, что-то вроде кроссовок. Не повреждает мембраны. Можно стирать пуховики без фосфатов и силиконов. Нам производитель пишет, что средство даже безопасно для кожи. Ну, я не знаю, стирать какие-то кожаные стилия мне в голову не приходило. Что я стирала этим средством? Стирала я зимние куртки уже не один раз. Стирала небольшой, такой легкий пуховичок, который ношу до температуры где-то минус 5. Естественно, пуховик стираю совместно с такими специальными шариками для стирки, чтобы пух не сбился. Ну, и, конечно, смотрите на ярлычке, можно ли ту или иную одежду стирать даже таким специальным гелем. Но отстирывает действительно прекрасно. Причем хочу отметить, пуховик у меня белый и отстирались даже какие-то заметные пятна. Для обычной повседневной одежды я использую персил. Он у меня сейчас в двух вариантах заканчивает уже вот такая упаковочка персил гель. И то, чем я в данный момент шуршу, это упаковочка персил дуо капсулы. Я вам сейчас покажу, почему они у нас дуо. Вот таким образом выглядит капсула. Ну, знаете, не вижу разницы между капсулами и гелем. И то, и другое отстирывает очень даже неплохо. С чем можно сравнить? Ну, наверное, на уровне геля и капсул от Ариэль. То есть, если одежда не очень сильно загрязнена, в принципе, вы обойдетесь просто персилом. Если есть какие-то более серьезные загрязнения, то тогда я использую вот такой пятновыводитель. Пятновыводитель G-Оксигель. Приобретала его недорого совсем в магазине Магнит Косметик. Этот пятновыводитель подходит для цветных тканей. Здесь 500 миллилитров. Расход у него, кстати, достаточно такой экономичный. Я этой бутылкой пользуюсь, наверное, уже месяц. Так, для стирки, наверное, все. Кстати, хочу сказать, не принесла я сейчас показать вам эфирное масло. Я не люблю отдушки вообще ни у каких средств для стирки. Мне они кажутся неприятными. И поэтому я всегда капаю несколько капель эфирного масла. Ну и, соответственно, при стирке чувствуется это масло, а не отдушка стирального геля или капсулы для стирки. И потом, когда я вытаскиваю белье из машинки, тоже такой нежный, еле-еле ощутимый аромат того эфирного масла, которое вот я капнула. Так, давайте немножко все подвину, чтобы показать вам и другие средства. Так, для уборки. Для уборки в ванной комнате я использую вот такой спрей. Здесь, кстати, очень удобный распылитель. Это Silit Bank антиналет плюс блеск. Действительно, и антиналет, и на металлических таких хромированных деталях дает блеск, убивает, убивает, убирает, убивает, можно сказать, и ржавчину, и звездковый налет. В общем-то, хорошее средство. Очень, кстати, экономичный у него расход. Еще хочу вам показать. Есть у меня вот такая универсальная для меня вещь. Это, давайте сфокусирую камеру, чтобы было как-то лучше видно. Мыло хозяйственное, 72% жидкое. Приобретала в улыбке радуги просто за копейки. На самом деле, это вторая упаковка. Первую, к сожалению, не показала в пустых баночках. Забыла, что надо оставить, выкинула. Вот это вторая уже упаковка. Действительно, хорошо борется с пятнами. Во-первых, использую для ручной стирки, для застирывания каких-то пятен. Используя в хозяйственно-бытовых целях, можно и убираться с этим жидким хозяйственным мылом. Даже пол помыть. Ну, в общем-то, знаете, многофункциональное, отличное средство. Вот кот как замяукал, помогает ролик снимать. Так, средство Иль-Люпин из фикс-прайса для стекол и зеркал. Бюджетное средство, здесь 750 мл, стоит 50 или 55 рублей. Летом я, кстати, использую и для мытья стекол, да, для мытья окон. Зимой в основном, конечно же, только для зеркал. Но, несмотря на бюджетную стоимость, средство очень-очень даже неплохое. Для мытья пола уже не первый раз приобретаю мистер Пропер. Ну, что тут скажешь, мистер Пропер, наверное, знает практически все. Это действительно хорошее, качественное средство для мытья пола. Не надо смывать. Мне очень нравится отдушка бодрящей лайм и мята. Мне нравится, что эта отдушка на какое-то время остается. Расход, кстати, у средств очень экономичный. Я не всегда даже два колпачка использую, как нам рекомендует производитель. В принципе, если пол такой совсем слабо загрязненный, в общем-то, часто пол моете, можно даже один колпачок использовать, все равно все прекрасно отмывает. Для борьбы с пылью использую сейчас спрей от Чиртон, полироль для мебели, классический с воском. Действительно хорошо полирует поверхность, придает блеск. Насчет эффекта антипыль, ну, может быть, да, небольшой какой-то эффект есть. Если я убираюсь без применения этого средства, пыль потом оседает немного быстрее. Ну, в общем-то, в основном использую именно в качестве полироли. А пыль-то все равно будет оседать, да, от этого никуда не денешься. И теперь мой такой собственный хит в уборке. Это меламиновая губка Ластик. Приобретаю в магазине Фикс Прайс. Именно губка из Фикс Прайс мне по качеству нравится больше всего. Самое важное. Губку обязательно перед использованием надо, как следует, намочить и затем хорошо отжать. Итак, что я чищу меламиновой губкой? На кухне чищу фасады кухонной мебели. Это фасады и столов, и шкафчиков навесных. Чищу столешницы. Но после того, как почистила столешница, все-таки туда мы кладем с вами продукты питания. Поэтому прохожусь потом обычной тряпочкой еще раз. Чищу мойку на кухне. У меня металлическая мойка уже не новая, но губка прекрасно просто ее очищает. Что мне, кстати, нравится, этой губкой можно все чистить без применения каких-то дополнительных моющих или химических средств. Чищу плиту с верхней, с внешней части, комфорки, ручки. Для уборки внутри плиты надо тогда выделять отдельную губку, потому что если вы уберетесь, почистите плиту внутри, то такую губку сразу надо выкидывать. Она уже больше ни для чего не пригодна. Протираю, кстати, этой губкой подоконники. Отлично стирает с них какие-то загрязнения. У меня на кухне влагостойкие обои. И когда попадали какие-то брызги или что-то случайно разливали, попадало на обои, тоже стирала грязь именно этой губкой. Но тогда она должна быть вот такая, как у меня сейчас, практически идеально чистая. И очень-очень хорошо отжать ее надо перед этим. Также чищу бытовую технику, такую, как микроволновка, посудомойка, стиральная машинка, хлебопечка, тостер, холодильник. Но чищу только с внешней, естественно, стороны. Внутри холодильника я меламиновой губкой не убираюсь. Но внешней поверхности очищает просто прекрасно. Если у вас есть рюкзак или сумка из кожи или кожзама, такой меламиновой губкой можно отлично почистить загрязнения на сумке или рюкзаке. Особенно если они светлые и, в общем-то, пачкаются достаточно так часто. Летом, кстати, я выделяю отдельную такую губку специально для того, чтобы чистить светлую летнюю обувь из кожи или кожзама. Тоже прекрасно очищает все загрязнения. Вот таким образом я меламиновую губку использую. Вот такой одной стандартной губки. Мне хватает примерно на две недели использования. Соответственно, вот такой упаковочки из двух штук мне хватает где-то на месяц. И еще покажу вам такой прибор, который у меня в хозяйстве просто для уборки незаменим. Это вот такой ролик. Конкретно мой из магазина Икея. Мне по качеству он понравился больше всего. Причем ролик вы покупаете один раз, а потом приобретаете вот такие просто как бы сменные насадки. У меня есть кот. Если у вас кот или собака, ну какие-то, не знаю, другие такие шерстяные домашние животные, то вы догадываетесь, да, что шерсти всегда домашних животных много. Таким роликом можно почистить мягкую мебель. Можно и себя почистить, если вы собираетесь выходить из дома, да, и обнаружили, что у вас на одежде, например, кошачьи волосы. Так что тоже использую для уборки. Ну вот такой арсенал бытовой химии и средств для уборки у меня в данный момент. В принципе, по качеству меня все устраивает. По цене здесь каких-то очень дорогих средств нет. Поэтому соотношение цена-качество я считаю оптимальное. Интересно будет почитать ваши комментарии, какие ваши любимые средства для уборки, стирки, ну, вообще для ухода за квартирой. Спасибо, что посмотрели это видео. Отличного вам настроения. Самой-самой легкой уборки. Всем пока! Спасибо.